Сегодня я за этот час попытаюсь вам показать тот потенциал, который заложен в глине. То есть, что она, по крайней мере на Ближнем Востоке, но в принципе это применительно ко всему миру, что она нам может дать, что она дала человеку. И потом я дам несколько примеров, маленьких, но интересных таких примеров конкретных, какие истории связаны с керамикой. Сам термин «горшки народа», мы вернемся к нему, он сегодня очень популярный на английском, это звучит более удобоваримо, «The Pots and the Peoples», насколько горшки могут нам рассказать о людях, которые их лепили и которые ими пользовались. Но и в общем мы поговорим о глине. Правильно начать именно с этого сосуда, это один из немногих целых сосудов, вообще обычно мы находим только крошку, а не буквально какие-то мелкие обломки, а не относительно целые сосуды. Это один из первых и самых древних сосудов, созданных когда-либо на Ближнем Востоке, а может быть и в мире. Я не буду сейчас говорить, Китай как всегда заявляет, что именно у них еще 20 тысяч лет назад лепили керамику, может, да, может быть и нет. Но на Ближнем Востоке примерно 8,5 тысяч лет назад какой-то гений, да, это сейчас мы знаем, что это просто, это естественно, но какой-то гений догадался, что если взять глину, вылепить из нее подобие деревянного сосуда и опустить в огонь, то он превратится практически в то же, что и каменный сосуд. И интересно, что керамика на Ближнем Востоке появляется вдруг, да, совершенно ниоткуда. То есть мы не видим почти что никаких переходных ступеней, вдруг появляются сосуды, как вот этот, мы ее называем ярмукской культурой. У нее очень-очень-очень типичный орнамент, который нельзя ни с чем спутать, очень похожий на скелет селедки, его так и называют. И иногда хочется понять, представить того человека, который был первый, кто догадался это сделать. Кто первый, кто догадался, ведь подумайте, это волшебство, правда, ведь мы берем глину, совершенно земля. Мы смешиваем ее с определенными какими-то добавками, мы укладываем ее в огонь и вместо глины выходит камень. И если у нас останется время, я дам один пример из современного мира, из традиционных обществ, где действительно горшечников часто считают волшебниками. Это не всегда хорошо. Вы знаете, что обычно с волшебниками делают. Глиной начали пользоваться намного раньше, чем кто-то догадался делать из нее керамику. Здесь вы видите ворота второго тысячелетия, одни из двух ворот в мире, которые сохранились полностью вместе с арками. Есть в Дании и есть в Шкелоне в Израиле. Из них стены, городские стены строили из кирпича. Слева вы видите глиный кирпич, похожий на буханку хлеба, опять же он так и называется, найденный в Ерехоне. Этому кирпичу около 10 тысяч лет. То есть уже 10 тысяч лет люди строят дома из кирпича. Надо сказать, что правда из кирпича не обожженного. Только чуть ли не в ассирийские времена люди научились обжигать кирпич. Поэтому в Африке, например, многие дома приходится раз в 2-3 года лепить заново. Потому что при сильном дожде его просто размывает. Здесь вы видите кладовые поселения Тель-Цааф, ему примерно 7 тысяч лет. Вы видите кирпичи здесь уже почти привычной нам формы. И как я уже сказал, последние 10 тысяч лет особо технология не изменилась. Такая она и остается по сей день. Прежде всего, конечно же, нам эта технология известна и понятна. Глина для производства горшков, для производства сосудов, в которых можно хранить еду. Но на самом деле, если задуматься, то это не совсем логично. А для чего нужно было изобретать керамику? Ведь у нас есть кожаные сосуды, у нас есть каменные сосуды, у нас есть деревянные сосуды. В Ерехоне, в некоторых могилах найдены деревянные сосуды, там хорошая сохранность, которым много тысяч лет. Вопрос, для чего нужен этот достаточно сложный процесс. Не забывайте, что нужно не только собрать глину, собрать разные добавки, чтобы сосуд не лопнул. Нужно добыть уголь или дерево, чтобы потом его обжечь. То есть это достаточно технологический процесс. И вопрос всегда нужно спрашивать, зачем? Зачем нужно было столько усилий, чтобы сделать то, что можно сделать намного проще? И ответ, если задуматься, потрясающе простой и гениальный. Это то, что позволило людям варить пищу. Потому что каменный сосуд практически невозможно прогреть. В глиняном и в деревянном, как вы понимаете, особо его над огнем не повесишь. А глиняный сосуд, это именно то, что позволило людям действительно варить суп, варить бульон, если хотите, варить мясо. И именно из-за этого, как это ни звучит странно, практически подбросило человека на две ступеньки вперед цивилизацию. Кушать хотели не только живые, но и мертвые. И это удивительно, насколько, может быть не удивительно, все закономерно. Я думаю, многие из вас, даже сегодня, если зайдут на любое кладбище, вы увидите, стоит там и стаканчик с водкой, и бутерброд лежит на могиле. Это не имеет никакой, нет никакой разницы между тем, что можно увидеть сегодня на кладбище, буквально за стеной, и то, что найдено в этой бабе Дра, это ему примерно 5,5 тысяч лет, этой гробнице. Из глины делали гробницы, в них хоронили людей. Этой гробницы, вернее, не гробницы, а ее костницы правильно нужно назвать, Асуарей, ей около 6 тысяч лет. Труп после того, как вся плоть исчезала, кости собирали и складывали вот в такие ящики. То есть в них не только жили живые, опять же, жили мертвые тоже. Здесь более современный антропоморфный антропоид гроб, действительно гроб уже в современном понимании этого слова, это филистинская гробница. Филистинский гроб ему около 3 тысяч лет. Из них делали изображения как людей, так и животных. То, что вы видите слева, это изображение умерших предков из небольшого Эдумейского храма, а справа, посмотрите, насколько просто, но насколько живая собака. То есть, казалось бы, что в ней слепил, там 2 секунды, прижал глину, получился хвост, сделал морду, но как видно, что собака лает. Ей 7 с половиной тысяч лет, этой собаки. Ими освещали дома. Солома, вы видите семисвечники, которые были найдены как подношение в, если я что не боюсь, из Наари на севере Израиля. Хананский храм, ему примерно 3 тысячи 200 лет. Тот, кто был на семинаре, вы знаете, что в храме Соломона не было семисвечника. Его не упоминается там. Он был до первого храма и был после первого храма. Так что единственные семисвечники как раз этого периода, плюс-минус, которые можно найти, вот они как раз, чуть более простые, чем нам казалось. Из них делали даже то ли игрушки, то ли музыкальные инструменты. Это как раз раошан для Пурима. Туда складывали несколько камешков, и можно было на нем, можно сказать, играть. Это крошечный совершенно сосуд, вот такой вот буквально, 2 сантиметра. Я считаю, что им пользовались, ему примерно 8 тысяч лет, чуть больше 8 тысяч лет. Это одна из самых первых примитивных печатей. Вы видите, я восстановил пунктиром ручку, отломанную ручку. Ее нельзя держать пальцами, она настолько крошечная, но ее можно было продеть через ниточку, через веревочку и носить на груди, что, скорее всего, с ней и делали. И это была одна из самых первых древних печатей, сделанных из глины, которая нам известна, в виде маленького сосуда. Глина позволяла заниматься администрацией. Без администрации нет налогов, без налога нет государства. Так что печати, вернее, то, что мы называем була, или оттиск печати, помогал, в данном случае, израильтянам правильно собирать налоги и позволял существование сильного государства. Здесь вы видите, так сказать, 5 или 6 ступеней, начиная с 8 века, справа и сверху. Там написано «Ла Мелех», то есть «Царь вы люди», для царя, и 4 буквы «Х», «БР» и «Н», «Хеврон». Видимо, налоги, которые собирались из района Хеврона. И дальше, каждые 100-150 лет, менялись немножко печати, вплоть до хосмонейского периода, но принцип оставался тот же. То есть сосуды впечатывали, это уже не печать, которая была на сосуде, это оттиск царской печати. Она была найдена совсем недавно в городе Давида, экспедиции «Лат-Мазар». И это первый раз, когда мы в археологическом контексте находим оттиск печати не царского слуги, не каких-то пусть важных людей, а самого царя. Это печать, которая принадлежала самому хискияу, царю из Икеи. Из нее делали модели домов, не только настоящие дома, но и их модели. Здесь вы видите две модели, которые разделяют добрых 3000 лет, 2000 лет. Слева эта модель, очень простая модель дома ранней бронзы из Арада, а справа уже ставшая знаменитой достаточно модель храма, который был найден в Хербет-Каяфа, и который, видимо, изображает, не больше, не меньше, как фасад самого храма Соломона. Все это делалось из глины дальше. Это еще одна модель для того, чтобы показать, что это было не просто изображение храма, это было олицетворение храма. Эта модель была найдена в Хацоре, в государственном храме, поздней бронзы хананейском. И вы видите, само божество, скорее всего, это был бог грозы, Бааль, в виде его атрибута, в виде быка, жил внутри этого дома. Глины пользовались как бумагой. На глине писали письма, целые эпосы, долговые расписки. Это один из самых... Те, кто был в Израиле в последнее время, вы знаете, была выставка в Музее библейских стран, посвященная редчайшим документам, привезенным, так или иначе, привезенным из Междуречия, которые были написаны израильтянами, когда они сидели на реках вавилонских. Правда, правильно нужно говорить, на каналах вавилонских, которые они же и рыли. И здесь вы видите некий Ахикам, который через два или три поколения, после того, как его прадедушка в цепях вышел из Иерусалима и пошел в Сарун Вавилона, уже освоился, у него был свой бизнес, так что пришлось... Здесь прадедушка Рафаяу, Ахикам его сын, и там уже даже пришлось делить наследство между пятью сыновьями, там все было непросто. Да, но еще раз, то, что вы видите, вот эти зазубрины, это на самом деле письмо, причем очень непростое дальше. И я не собирался ее вставлять, но поскольку увидел в рекламе, глина, помните, мы говорили, тот, кто может делать такие вещи, он без сомнения колдун, поэтому не нужно удивляться, что глина очень часто будет у нас появляться в контексте магии. Я надеюсь, что сегодня мы доберемся до этого. Это достаточно знаменитая сегодня тема, целой конференции посвящены еврейской магии. В основном, по-моему, даже не в основном, а только в Вавилоне находят вот такие тарелки, в которых были разные, в основном, есть в исследованиях, когда черная и белая магия, то есть защитная магия, когда писали разные вот такие вот заклятия и обычно спрятали это под порог, чтобы никакая злая лилит ночью не пришла и не украла детей. Да, раз уж мы дошли до этого, то, что вы видите справа, вот это вот животное, это изображение большого быка, Бос Примигенис, это дикий бык, на который в эпоху неолита охотились жители Ближнего Востока. Посмотрите слева и сверху, вы видите то, чем они охотились. Это наконечник стрелы, вот такой вот, 2 сантиметра длиной. Казалось бы, дикий бык достигал 3,5 метров в холке. И поэтому вы понимаете, когда ты выходишь охотиться, ты совсем не уверен, он тебя или ты его. Тореадор не всегда побеждает, вы помните это. И люди пытались как-то обеспечить себе победу. И посмотрите слева, мы тоже такие нашли как бы в Израиле, но слева вы видите фигурки быков из необожженной глины. То есть их делали и тут же протыкали стрелами или кусочками кремния. И вы видите эти два уникальные, потому что они были найдены все еще с кусочками кремния, застрявшим в глине. И фактически потом, когда ты выходишь на охоту, бык уже мертв, он этого еще не знает. Но он уже мертв. То есть нужно только прийти, ткнуть в него пальцем. По крайней мере, можно предполагать, это то, что они считали. Но опять же, следы захоронений людей показывают, судя по переломам, что не всегда это удавалось. Другой вид магии уже против людей. Здесь вы видите одну из фигурок, которые были найдены в Карнаке, в подземелье одного из египетских храмов начала II тысячелетия до н.э., когда египетские фараоны шли в поход на хананские города. Они опять же хотели быть уверены, что стены падут перед их войсками. И они делали вот такие или фигурки властителей того или иного хананского города или тарелки с именами городов, разбивали их, был специальный ритуал, разбивали их, хоронили их. И история показывает, что в данном случае сработало, потому что весь ханан подпадает под египетское влияние скоро после этих походов. Она помогала много в чем. Вспомните, когда Самуил, когда, извиняюсь, Сауль, в последнюю ночь своей жизни приходит к индорской волшебнице он хочет знать, что произойдет с ним в битве с филистимлянами. Мы знаем, что он погибнет. Мы знаем, что волшебница гадает перед ним. Библейский текст не совсем, он не говорит точно, как она гадала, но можно предположить, один из вариантов, мы знаем, что была принесена жертва. Он зарезал овцу. И то, что вы видите, трудно понять, что это такое, но это модель печени. Были гадалки или прорицатели, в данном случае в Междуречии, они приносили в жертву животное, вырезали печень, и потому как складки какие-то там лежали, они могли рассказать, что ждет обладатель этой овцы или этого быка. В будущем есть настоящие учебные пособия, которые показывают, как точно нужно этим пользоваться. Так что вы видите, они, даже в этом нам глина помогает. И еще раз, как я уже говорил, глина способна практически на все. Как вы видите, от войны до мира, от магии до самых обычных бытовых вещей. И я хочу вам показать несколько примеров того, казалось бы, вот он горшок и горшок. Что он нам может уже рассказать? И я вам хочу показать, какие неожиданные вещи могут рассказать нам обычные горшки. Мы не будем касаться всего остального, это невозможно и бесполезно. И один из таких видов керамики, так называемая металлическая. Дело в том, что вы видите, как красная керамика. Эти сосуды обжигались при очень высокой температуре, больше тысячи градусов. Почти как современная керамика. И при таком высоком, хорошем обжиге керамика становилась такого качества, что если постучать по ней, она имеет такой металлический звук, очень-очень хороший. Поэтому ее так и называют, металлическая. Но на самом деле она обычная керамика. И интересно, что она появляется, опять же вдруг, есть какие-то скачки в развитии в Ханаане. Мы говорим еще раз про третье тысячелетие. И интересно, что когда смотришь на состав глины, несмотря на то, что керамику находят, вы видите стрелки, по всей стране, но ореол, вернее, место, где ее производили, очень-очень-очень ограничено. И вы видите то, что закрашено темно-серой или черной краской. Это показывается, что эти горшки производили только вот в этом небольшом регионе. И оттуда экспортировали по всей стране. Ничего подобного до этого, да и после не будет. То есть мы видим, что, более того, источник этой конкретной глины, потому что именно она подходила, там высокое содержание железа, кстати, и оно тоже добавляет крепости сосуду. Вот именно этот вид глины есть только у подножия горы Хермон, на самом севере страны, вот там, где как раз от озера Кенеры, от Галейского моря и выше верхней части вот этого пятна. и для того, чтобы это могло произойти, еще раз мы говорим, пять тысяч лет назад это все происходит. Это показывает то, что не просто должен был быть какая-то центральная власть, но даже межрегиональная власть и очень высокий уровень, скажем так, взаимодействия между разными городами. Иначе бы это было бы невозможно. То есть мы видим, что одни и те же горшки производят в двух-трех местах и распространяют по всей стране, хотя это разные города, разные государства. Здесь вы видите, собственно говоря, как выглядит этот горшок, если смотреть на него очень-очень близко. То есть это 30-микронный срез горшка, и здесь вы видите, собственно, его состав. И это как ДНК, это как отпечатки пальцев человека, это отпечатки пальцев горшка. То есть вот такой состав минералов, вы видите, кстати, железо находится внизу, может быть только у подножия хермона. Мы завтра вернемся к этому вопросу. Интересное явление примерно того же периода можно обнаружить в Египте. Там, где красная галочка стоит внизу, в месте, которое называется Абидос, примерно 100 лет назад Питри и другие ведут раскопки и находят гробницы, которые называются все гробницы типа Ю. Джей – это значит шестая или седьмая гробница в этом ряду. И они поразили уже тогда, люди знали достаточно о керамике на Ближнем Востоке, чтобы уметь сравнивать керамику в разных регионах. Она всегда уникальна, почти всегда уникальна. И вы видите нижняя комната. Эта гробница была вновь раскопана и некоторые неизвестные комнаты добавились уже в последние годы. Были найдены сотни и сотни, больше 500 сосудов, но они были потрясающи тем, что это были не местные сосуды. Кстати, напомню, в промо написано, может быть я немножко преувеличил, что фараоны запасались вином, те, кто читал. Фараонов еще не существует. Это так называемая династия ноль. То есть только через 100-150 лет на Армир объединит два Египта, станет фараоном верхнего и нижнего Египта. Пока что это правители очень высокого ранга, которые могут торговать с другими регионами. Посмотрите, это план, и вы видите комнаты, которые были, некоторые просто битком, забиты, еще раз, 500-600 сосудов вот в таком погребальном комплексе. Как я уже сказал, эта посуда нетипичная для культуры накада, так называется египетская культура. У них потрясающая керамика, вы видите один из этих примеров. Есть десятки, наверное, статей, которые вышли, где пытаются объяснить, что же там изображено. Это, видимо, какой-то корабль, египетский корабль, на котором танцуют люди или исполняют какой-то культ, ритуалы какого-то культа. Но еще раз, это керамика египетская, а то, что найдено там, посмотрите, это совсем другая керамика. Вот так она выглядит обычно, когда мы смотрим на нее, а справа это технический рисунок. То есть мы пытаемся извлечь максимум информации о посуде, которую мы изучаем, поэтому ее, когда рисуют, всегда разделяют на 2, вы видите, справа, это уже в зависимости от журнала, с одной стороны половинка это внешний его вид, а с другой стороны это его сечение, чтобы знать толщину стенок, профили и так далее. И вся вот эта посуда, которую мы видели, она была произведена и в любом случае принадлежала к типам, которые появляются именно в Ханаане, а не в Египте. И вопрос, который нужно задать, и здесь вы видите, кстати, оттиски печати, которые были найдены на многих из этих сосудов, которые говорят о том, что это еще не египетское письмо, письма еще нету как такового, это говорит о том, что есть администрация, то есть уже там появляется человек, который может заставить других ввести ему эти сосуды. Вопрос для чего? Внутри сосудов были найдены, уже спойлер был такой, были найдены остатки винограда и остатки иссохшего вина. В этой посуде привозили вино, в Египте вино начнут делать только через 500-600 лет, они еще не умеют делать вино в этот период, но помните, мы говорили о том, что кушать любят не только живые и мертвые, и поскольку вот эти прото-фараоны, еще раз, можно их уже называть фараонами на самом деле, хотя номинально они еще ими не являются, они хотят быть уверенными, что на том свете у них всегда будет стаканчик вина, и поэтому в таких могилах, по крайней мере в могиле Джей, были найдены сосуды общим объемом 4,5 тысячи литров вина. Как вы понимаете, не только в России любят выпить. Мы даже можем представить, как их привозили в Египет. Именно интересно, что именно вот в этот период, когда появляется полномасштабная торговля между двумя регионами, появляются маленькие фигурки вот таких осликов. Лошади и тем более мулы появятся намного позже, будут домашние намного позже. Ослик это первое вьющное животное, видимо, которое появляется на Ближнем Востоке, а может быть и в мире. Вы видите как раз два таких мешка, в которых, может быть, вот те самые кувшины, и в них несут вино для большого начальства. Мы перенесемся на связи со всем другим регионом, и там будут совсем другого рода отношения. Керамика Хирбетьерах особая, она потрясающего качества. Посмотрите, качество этих сосудов, им примерно, опять же, 4,5 тысяч лет. Их, интересно, их обжигали при относительно низкой температуре, но их покрывали вот таким вот слоем, их затирали специальным образом и придавали им блеск во время обжига. Черный цвет они получали, видимо, их лишали доступа кислорода. И если нет доступа кислорода, кислород это то, что окисляет глину, и тогда она становится ярко-красной. Если лишить доступа кислорода, то, соответственно, глина становится черной. И они играли с этими цветами. И эта керамика просто потрясающая. И она была найдена впервые в поселении, которое называется Хирбетьерах. То, что вы видите, это аэрофотосъемка Галилейского моря, это Кенерет. Как раз южная его часть, вот там, где вы видите, желтая стрелка показывает, это то место, где Иордан выливается, выливается, вытекает из озера и течет сначала налево, и вы видите, русло утекает вниз. Это было удивительное общество, интересный очень город. Город Бетьерах, это весь вот этот остров выше желтой стрелки. Сегодня, когда вы едете по 90-й трассе на автобусе, вы не знаете, что это остров. Но представьте себе, почти 5000 лет назад русло Иордана протекало там, где сейчас зеленая долина, которая отмечена красными стрелками. Эти люди 5000 лет назад решили, что им не подходит, чтобы река текла там, где она текла. И они изменяют ее русло. То есть то русло, которое вы видите сегодня, искусственное, но сделано не сегодня, а еще в те времена. И примерно 25 веков назад достаточно, опять же, неожиданно появляется группа населения, которая делает вот эту вот керамику, которая очень отличается от того, что делают местные жители традиционно. Посмотрите, она действительно удивительного качества, ей можно удивляться до бесконечности. Вот, у нее очень интересные орнаменты, которые, опять же, нетипичны для нашего региона. Вот, вот еще один пример. И уже в 20-е годы и в 50-е годы уже закрепилось мнение, люди обратили внимание, что эта керамика появилась не ниоткуда. Посмотрите, практически идентичной посудой была найдена в Шенгавит, это Кура-Аракская культура, то есть культура, которая находится между реками Кура и Аракс, то есть на Кавказе. Вот, и есть, посмотрите, если сама посуда, можно еще сказать, так получилось, да, случайно, есть уникальные совершенно детали, которые невозможно, то есть если уже предположить, что это совпадение, то что-то здесь уже не так с этим миром. Сверху вы видите крышечка от сосуда, две крышечки, а снизу вы видите подставку для горшка, такая с тремя, с тремя такими набалдашниками, то есть в нее можно вставить сосуд, поставить все это на огонь, вот, вы видите еще вот такие вот подставки, они сделаны в виде, видите, фигурок, то есть сверху на них наклеена пластика такая, да, фигурки людей, лица людей, то есть видимо, они играли какую-то еще символическую функцию, многие исследователи полагают, что это связано как-то опять же с предками, помните, мы говорили, что кушать не только живые, но и мертвые, это всегда и везде, и когда мы варим суп, почему бы их тоже не покормить, вот, и здесь вы видите, как это работало все вместе, подставка, на подставке горшок, полный набор шеф-повара и сверху крышкой все закрываем, вот, и вот примерно так, примерно так ученые представляют себе, как все это выглядело, то есть это настолько уникально, совершенно полный вот такой вот сет шеф-повара, который мы видим в Кавказской культуре, появляется здесь анблок, как он есть, причем не во всем городе, а в отдельных домах, в отдельных комнатах, то есть эта культура выборочно проникает в отдельные части поселения и потом распространяется вообще по всему региону, по всем городам, и как раз мы говорим про сороковые годы, давайте, я хочу вам показать, как действительно работает археология, обычный день археолога, когда он, как обычно, убегает от агентов КГБ, это происходит почти каждый день, маму дорогая, АААААА ! ААААА� ! ААФЕО ! АААААА ! AFceed мы не можем едем, на лицо, на дерево, на дерево ! АААААА аааа Wizard When the when the osen перны Прочь, 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 прочь! Ты очень быстро едешь. Это по-твоему? Извините, профессор Джонс. Да. Я хочу спросить о модели нормативной культуры Харгарва. Забудьте о Харгруе. Прочтите у Гордона Чайуда о диффузионизме. Он провел в поле почти всю жизнь. Хотите стать археологами? Выбирайтесь из библиотек! Это самая важная цитата, сказанная когда-либо в археологической литературе, можно так сказать. Он спросил его по устаревших моделях. Он говорит, читайте Гордона Чайлда. То есть это была правильная ссылка. Когда укоряют фильмы с Индианом Джонсом, что он не так меряет высоты и неправильно ведет дневник, то все-таки цитаты там правильные. Гордон Чайлд, кстати, он держит тоже, видите, в руках горшок, если я не ошибаюсь, это как раз из европейской культуры, так называемой, важно, из мегалитики третьего тысячелетия. Он первый начинает говорить о диффузионизме, о том, что культуры проникают друг в друга. То есть они реагируют, сосед говорит с соседом, он видит у него модный горшок, он говорит, я тоже такое хочу. И так они постепенно распространяются по старому свету, иногда за сотни лет на тысяч километров. Мы находим китайский фарфор в Дольминах на голландских высотах. И если до 40-х годов, до 50-х годов так и считали, что люди, которые, вот чью керамику мы находим в Кирбетьерах, просто взяли чемоданы и приехали из Кавказа и поселились на берегу озера Кенерет, то его идеи подпитывают мысль и начинает считаться, что нет, то есть эта культура распространяется. Это не сами люди пришли с севера, а пришли горшки, понимаете разницу? И все-таки в последнее время мы начинаем задумываться о том, что это типичный еврейский седр, как вы видите. Мы начинаем задумываться о том, что все-таки все было чуть-чуть по-другому. Результаты новых раскопок показывают о том, что мы говорим не о том, что какие-то идеи проникают, а мы говорим о, похоже на то, что культуру переносят, как копипейс делают в компьютере, как она есть, и переносят ее из Курарокс, да, из Шенгавита, перевозят в Хирбетьерах, то есть в Галилейскому морю. И что это значит? Еда это очень важная часть нашей жизни, может быть самая важная, или одна из самых важных, скажем так. И принятие пищи, какие-то свои блюда, это то, что сохраняется в обществе, то, что сохраняется в семье, даже через многие поколения, когда все остальные части культуры, да, если семья ассимилируется, допустим, она переезжает на новое место, ассимилируется в новой культуре, она уже давным-давно забыла, кто были их предки, чем они занимались 3-4 поколения назад, но пища остается та же самая. Вот, зачастую, хотя никто уже не помнит, почему это так. Вот, и здесь вы видите совершенно обычный американский седр, с совершенно обычными представителями еврейской семьи, как вот тот справа. Вот, и это интересно, что то, что мы видим в Хирбетьерах, мы видим людей, которые кушают чужую пищу, потому что горшок, он, мы увидим еще несколько горшков сегодня, чтобы варить еду, вы видите, они все вроде бы одинаковые, но они все разные, потому что ты делаешь посуду такой, какой ты хочешь, ты ее делаешь, чтобы она подходила к той пище, которую ты готовишь. Вот, и мы видим, что в Хирбетьерах кушают не то, что кушают остальные члены этой общины, то есть жители этого города. И поэтому опять сегодня многие исследователи считают, что мы говорим именно о переселении народа. То есть целое общество, мы не знаем по какой причине, мы знаем, что не оно было причиной катастрофы, которая потом постигла этот город, то есть они пришли мирным образом. Вот, они просто переселяются за 2-3 тысячи километров совершенно в чужом месте. Вопрос зачем? Намек, по крайней мере, части решения этой проблемы, совершенно неожиданная, был найден Ювали Мекутиэля, один из археологов, когда он делал археоразведку. Археоразведка это, в отличие от раскопок, когда мы просто идем по полю и собираем, зарисовываем здания, которые стоят на поверхности, собираем всю керамику, кремень, камень, но не копаем землю. И, несмотря на все минусы этого метода, он позволяет исследовать достаточно большие площади за ограниченное время. Вы видите, мы спустились намного южнее, на 200 километров, у южного побережья Мертвого моря. С левой стороны вы видите стрелку, которая показывает на район археоразведки. Это почти незаселенный, незаселенный район, но он очень важный. Слева от нас находится город Арат, справа находится город Бабедра, Сафи и Нумейра. Это важные большие города, там были тысячи людей, жили в каждый данный момент 5000 лет назад. Некоторые считают эти города теми Содомом и Гаморой, но мы не будем в это углубляться, скорее всего это не так. Но это большие города, которые находятся по обе стороны Мертвого моря, их соединяет большой торговый тракт, который уже тогда существует. И как раз в том регионе, куда указывает стрелка, это такой подъем, подъем, который называется Зор. И вы видите уже справа он показан тоже стрелкой. Это подъем через перевал, он не очень высокий, но достаточно требуется усилие физическое. Через него нужно подняться и спуститься обратно в Арат или в Бабедра, в зависимости от того, куда ты идешь. И было найдено интересное явление. Вы видите, эти дома, вот эти квадратные домики были найдены примерно в полукилометре от этого перевала, от дороги. И интересно, что если у перевала были найдены в основном сосуды для хранения пищи или тарелочки, чтобы кушать, то в этих домах было найдено только горшки, в которых пищу варили. Причем не просто горшки, а горшки из культуры хербет-ьерах. Вот это черная блестящая посуда. Посмотрите, почти идентичные дома, почти идентичные, тот же тип, крошечные домики, в которых не было найдено почти никакой домашней утвари, но была найдена посуда, чтобы готовить пищу, найдена за 2000 километров на Кавказе. Вопрос, что это значит. Решение Якутиэли гениальное, оригинальное, оно мне нравится, и по-моему, он прав. Вопрос, что делали люди, еще раз, которые пищу не хранили, но варили, тем, кто проходил по дороге. По дороге, без сомнения, проходили торговцы. И те, кто живет здесь, они специализируются на том, что они ее, то есть они держат что-то вроде кабака такого, да, то есть люди проходят по дороге, и получается симбиоз. Им не нужно хранить свою пищу, и там, как бы, сами понимаете, в этих домах все это испортится. Поэтому те, кто проходят мимо, приносят все свое с собой, вот, а они только обслуживают, так сказать, фасилитис, да, они только обслуживают, они готовят пищу и охраняют этих людей. Есть два мнения разделилось. То ли они собирали налоги с тех, кто проходил, потому что, опять, это не бандиты с большой дороги, дороги, они явно, судя по печатям, были частью, они были связаны с эстеблишментом, они были связаны с начальством одного из этих городов, может быть, с обоими городами. Вот, то есть они работают на хозяев городов, они обслуживают и охраняют людей, там было найдено достаточно много оружия, да, которые проходят мимо, но пищу не хранят. Вопрос, одно слово, как можно назвать этих людей? Наемники. И сегодня, если сначала, я помню, года два назад на одной конференции это было произнесено с улыбкой, потом без улыбки, сегодня этот термин фактически устоялся, может быть, даже чуть раньше, несколько лет назад. То есть мы видим с вами, опять же, откуда мы все это знаем? Из-за керамики. Мы видим, кстати, люди, которые пришли с Кавказа, которые воюют, но пищу не производят, но любят делать шашлыки. Вот, и, собственно говоря, то, что мы видим, это сегодня самое свидетельство, самое древнее свидетельство военных наемников, которые мы имеем на Ближнем Востоке, а может быть, и в мире тоже. Вот, все это мы знаем еще раз из-за разницы в горшках, это все они нам рассказывают. Опять же, горшки – это зеркало народа, да, посуда. Вот, и вы видите типичный, так называемый, колоколообразный горшок для приготовления пищи, чтобы варить мясо, который был принят у филистимлян. И здесь нам горшки помогают решить, понять одну из самых важных проблем библейской археологии второй половины 20 века. Мы видим, что примерно 3200 лет назад складывается, фактически старый Ханаан погибает, умирает, за исключением нескольких городов ханаанейских, которые все еще остаются независимыми. Две больших силы стоят одна напротив другой. Слева на побережье высаживаются филистимляне. Филистимляне, как бы их ни назвали, это фактически греки. Они приходят из Греции, они переселяются на Крит, на Кипр, может быть в Малую Азию, но в конце концов они заселяют вот эту полоску земли от современного Тель-Авива, Тель-Кассила это центр современного Тель-Авива, и до фактически дельты Нила, здесь она не показана. В то же самое время с правой стороны большая красная стрелка, израильтяне переходят реку Иордан, помните, трубят в трубы, Ерехон, которого почему-то здесь нету, рушится. И примерно с этого времени устанавливается такая линия фронта, вы видите вот эту черную полосу, между двумя самыми важными игроками на вот этой шахматной доске. И проблема, о которой мы говорим, о которой говорят последние десятилетия, это проблема датировки, вопрос, когда появляется израильское царство, царство Давида, и появляется ли оно вообще, и все упирается в проблему датировки, буквально разница 100-150 лет, и в зависимости от того, как ответить на этот вопрос, мы сможем сказать, какова была природа этого царства и было ли оно вообще. Интеракция с Грецией появляется намного раньше, люди всегда торговали, и вы видите эти потрясающие совершенно сосуды, один из немногих, которые уцелели, видите, он целый, он даже не склеенный, которые на кораблях привозят из Греции, из континентальной Греции, из Микен в Ханан. И в какой-то момент вели стемляне по ласту или по расту одно из племен, которые, в свою очередь, видимо, их другие, скажем так, варвары выкинули из своих земель, они от мирной торговли переходят достаточно к агрессивным действиям. И мы знаем, что мирный птах справа, видите, в 1207 году, он еще проходит с военным походом по Ханаану, и мы даже знаем о том, что там написано в его надписи, и что он стер племя Израиля, и больше его не существует, как обычно. Это якорь такой хронологический. Мы знаем о том, что в 1207 году израильтян, то есть они уже есть, но нет еще присутствия филистимлян. В филистимляне здесь это якорь. Мы знаем, что во времена Рамсеса III, который правил, видите, когда, то есть эта хронология достаточно хороша, то есть в 1180 году, грубо говоря, мы знаем, что он еще воюет с филистимлянами, но мы знаем, что египетское царство уже пошатнулось. Во времена Рамсеса VI, они красным выделены, уже египтян нету, то есть филистимляне уже полностью владеют ситуацией на побережье Средиземного моря. И тут мнения разделяются. Дело в том, что следующий хронологический якорь будет только в 1700 году, уже намного позже. И несмотря на то, что тысячи раскопок были сделаны в Израиле, казалось бы, столько материала, но до сих пор, до буквально 2009-2010 года не было ни одной абсолютной даты из всех израильских поселений или филистимских поселений, по которым можно было бы сказать, вот сейчас царство существует, а сейчас его еще нету. Как это странно не звучало. И при всем богатстве данных, еще раз, мы не знали, как датировать керамику. Сейчас я покажу, почему это важно. Вы видите, это один из барельефов египетских, это пленные уже филистимляне при Рамсесе III. Здесь вы видите, это керамика, которая потрясающего качества, которая привозят с островов. Они очень любили морские разные такие, их не просто так называют народами море, это термин современный, но они очень любили разных водных птиц, рыб, вот таких вот осьминогов и так далее. Вот, посмотрите, это более стилизованный, но каракатицы здесь очень хорошо видны. Это так называемый колоколовидный сосуд, который был распространен на континентальной Греции и на островах. И вы видите, что он не изменился почти что за 200 лет. Вся культура филистимская изменилась. Даже письмо у них, даже пришли на алфавит, собственно говоря, семитский. Но горшки остались те же самые. Вот, посмотрите, это мекенская керамика, чтобы вы поняли, почему никто не любит археологию. Это тип, который доступно называется Майсиниан 3C1B. Таких типов есть много, их нужно запомнить. Это тип ключевой, я просто для абсурда вам хочу показать. Это все нужно помнить, поэтому если мы начнем говорить о типологии, то мы не выйдем из этого зала. И сначала, почему важна так филистимская керамика, почему я не столько говорю. Это так называемая монохромная керамика. Вы видите, она раскрашена в рисунке только одного цвета. Она появляется вместе с филистимлянами. Когда бы они не появились, примерно 100 лет, грубо говоря, эта керамика сопровождает их материальную культуру. Следующие 100 лет будет сопровождать керамика бихромная. Вы видите, точно такие же горшки, очень-очень похожие, но уже покрашенные в два цвета. И в самом конце уже их сменяет совершенно другая керамика. Еще раз, смотрите, прошло 200 лет, но типы, которые распространены в Греции, все еще легко узнаваемы. То есть даже мы сегодня слева, в левом углу, вот эта вот баночка, она маленькая, вот такая буквально, в руку можно взять. Их все еще даже сегодня называют греческими их именами. Ее называют пиксис. Она использовалась, видимо, для каких-то благовоний, каких-то женских дел. И эта керамика, которая мы знаем, уже появляется параллельно царству Давида. Вопрос, что делать с предыдущими двумя типами, 100 лет и 100 лет. И вот в эти два типа керамики уперся весь спор о царстве Давида, было или не было. Потому что, если мы идем с датировкой классической, то, помните, мы говорили, 1180 год, то есть, грубо говоря, в 1200 году появляются филистимляне, до 1100 года у нас есть. Это очень-очень упрощенно, но тогда можно понять, о чем сыр-бор. 100 лет была монохромная керамика, потом еще 100 лет двухбехромная. И в 1000 году появляется, эта керамика, которая называется Аждот-10, она найдена была впервые в Аждоте, появляется как раз параллельно израильским поселениям, уже где есть признаки царства. Если мы идем с классической хронологией, то как раз по Библии Давид восходит на царство. Тель-Авива, грубо говоря, в 1000 году, в 1007 году, и тогда все сходится. Если же мы идем с терминологией Тель-Авива, помните, мы говорили, что Рамсес-3 это 1180 год, а Рамсес-6 уже 1120, 1130, а оттуда и до 1100 недалеко. Я говорю сейчас не про мои статьи, а про статьи в основном Тель-Авивской школы. И вот эта разница в 100 лет, казалось бы, 100 лет сюда, 100 лет сюда, но она супер важна, потому что, как бы то ни было, но в 701 году, в 722 году Израиль должен пасть, в 701 году Лохиш должен быть разрушен. Поэтому если мы сдвигаем начало израильского царства на 100 лет вперед, то Давиду просто не остается места на существование. И тогда получается, вы поняли идею, Давида и Соломона просто не могло быть. Позже Финкельштейн сказал, что он был, но он был таким бедуинским шейхом и бандитом, что, кстати, не исключает одно другого, начинал он достаточно бурно свою деятельность. Но таким образом получается, что всему объединенному царству просто не остается места. И все это опять же упирается в эти сосуды. И все было хорошо, и писались тысячи статей и десятки докторатов. Но в 2007 году мы начали раскопки в Хирбет-Каяфа, и об этом можно говорить очень-очень долго. Я только один пример покажу. Опять все связано с горшком. Помните, я говорил, что это замечательно, но у нас не было ни одной абсолютной датировки. Что такое абсолютная датировка? Нам нужно какой-нибудь кусочек органического вещества, из которого можно было бы извлечь 14-й изотоп углерода и с его помощью произвести датировку. И было бы даже хорошо для статистики, лучше всего, чтобы это был закрытый сосуд, который датируется, как мы считаем, X веком, то есть определенного типа. И чтобы внутри были, почему проблематично датировать деревья, потому что дерево пока растет, ты его срубил, то есть оно сгорело, и мы его датируем. Но мы датируем его тем, когда его срубили, а не тем, когда оно легло на пол. То есть может быть оно было, когда сделали этот потолок, может 100 лет назад, я не знаю. Но сейчас-то уже 2100 год, 2016 год, а может быть его в 1900 сделали. А когда археологи через 5000 лет с Марса прилетят, они начнут брать датировку, брать изотопы, то выяснится, что мы сейчас в 1900 году, правильно? Потому что изотопы показывают именно на тот момент, когда деревья срубили. Точно такая же проблема у нас есть с деревьями того периода. Поэтому лучше всего, если у нас будут не деревья, которые может быть сотни лет. Я вам дам пример. Эль-Акса, мечеть Эль-Акса. В 1927 году было землетрясение, и Ивак не нашел ничего лучшего, как просто сломать все балки, которые были, выкинуть их. Их добрые люди собрали и с них взяли датировки. Что-то дало 5 век, что-то дало 1 век. Но ведь мечеть-то была срублена, стояла в 1927 году. 2000 лет разница между ними. Поэтому лучше всего, если это будут не долговечные деревья, а то, что живет только один год. То есть или зерна пшеницы, или масличные косточки. И нужно только попросить. И в Хирбет-Каяфа, вы видите, это стенки сосуда. Он был разбит, но он лежал в доме, который мы датируем 10 веком. В сосуде, который мы датируем, теоретически, 10 веком. Внутри, вы видите, зернышки. Их тут 6 или 7 видно. Мы нашли там несколько десятков. Этого хватило, чтобы сделать полтора десятка датировок, примеров. И все они показали на тысячный год. И это, можно сказать, породило массу других сомнений и споров. Но вот эти 5 косточек внутри этого сосуда положили конец спору, который длился почти 40 лет. Вокруг того, стояла эта крепость, было ли государство во время царя Давида или нет. Но все это, опять же, как-то бог из горшка. И два народа, две культуры. Посмотрите, вы видите, типичная керамика для греков, то есть для филистимлян. Они очень любили пиво, кто не любил, но они очень... Вот этот конкретный тип, он появляется много у кого, но вот с этим орнаментом пиво раньше дозревало прямо внутри горшка. И поскольку есть мусор, мы не хотим его видеть в чашке, вы видите, пивные горшки всегда были с фильтром, со встроенным фильтром, так, чтобы все это оставалось внутри. Мы всегда можем узнать, опять же, филистимлян по их родным мотивам. Они уже 200-300 лет живут совсем в другой стране, но они не могут... Еще раз, они даже говорят и пишут на другом языке, но они не могут забыть, видимо, о своих вот этих уток, которые в Израиле знамя, знаете, у нас с водой проблема. Есть потрясающие надомотивы. Это, опять же, пивной кувшин из Мегидо. Его называют кувшином орфея. Посмотрите на вот это удивительное изображение мужчины с арфой, с арфой Давида, можно сказать. Скорее всего, Давид именно на такое играл, кинор. И самые разные животные, которые сопровождают его. Что он делает, что он поет. Интересно, есть такое сравнение, очень похоже на последний псалом, когда написано, что все живое славит Господа, все живое – это не значит, что люди. Это может быть и разные животные. И совсем как орфей, вокруг которого это одни и те же мотивы. Собирались слушатели, собирались люди и животные. Также мы видим нечто подобное. Здесь, опять же, учитывая, что это греки, может быть, это его какой-то прообраз, даже скорпион заслушался, видите. У них есть удивительная посуда, которая нет здесь, кернус так называемый. Кернус – это глиняная трубка, на которой пристроены разные маленькие сосуды в виде животного с рогами, гранаты. Туда заливалась вода и жидкость, вино, скорее всего. Оно распространялось равномерно по всем сосудам. Посмотрите, совершенно потрясающий пример кернуса, который можно было взять за ручку и переносить. Для чего использовалось он, мы не знаем. Но, конечно, это было все в ритуальных целях. Вот еще один такой пример. Вы видите, гранат, он… Кстати, гранат – это, да, местный, это не греческий мотив. То есть они собирают некоторые местные мотивы, но все равно остаются верными своей материальной культуре. Вот еще очень типичный тоже культовый стенд, где мы видим плакальщиц. Женщина слева, а справа, как они изображены в глине, она бьет себя по голове. То есть вы видите, это плакальщицы, которые раздирают себе одежду и избивают себя, когда оплакивают мертвых. И с другой стороны появляется с востока, напомню, совсем другая керамика. Посмотрите, совершенно другая культура. Два самых типичных представителя. Тот, что слева тоже, но особенно справа. Посмотрите, так называемый воротничковый кувшин. Вы видите, у него под венчиком, как бороздка такая, выступ. Это похоже немножко на воротничок. Он почти 99.9 случаев из 100 характеризует именно израильские поселения. Кстати, интересно, что параллельно с этими горшками исчезают свиные кости. То есть это почти, не почти, это стопроцентный, скажем так, показатель того, что, помните, мы говорили про пищу, что это именно израильское поселение. В Ханаане есть чуть-чуть свинины, у филистимлян это 20-30%. В израильских никогда ноль не бывает. Это всегда кто-то грудинку прячет под подушкой. Но, в принципе, статистически, кстати, в Хирбет Каяфа мы не нашли ни одной кости. Ни одной свиной кости вот этого периода. И сверху, посмотрите, горшок для того, чтобы варить пищу. Обратите внимание, это интересный момент. Это типичный горшок для израильских поселений. Какое у него широкое горлышко? Не горлышко, да, фактически это даже не горшок, а как огромная чаша. Мы потом вернемся к этому вопросу, если останется время. Видите, это горшок чуть позже, тоже израильский, на 200 лет позже, но уже горлышко поменьше. Некоторые связывают это с тем, что меняются некоторые модели, что ли, принятия пищи. Если предыдущий период, это период, когда есть кланы, где большие семьи, все кушают вместе, и в такой горшок бросают большие куски мяса, и все это варится, поются песни, рассказываются какие-то традиции, сказки, и потом все кушают. Здесь мы видим уже небольшие семьи, и мясо рубится мельче, и это уже совсем другие люди, совсем другие обычаи принятия пищи. В данном случае этот горшок еще более интересный, потому что он был найден недалеко от одного из храмовых комплексов на юге страны, и на нем три буквы, видите, синим отмечены, куф, далят ишин, кодыш, то есть святое. То есть, мало того, этот горшок, видимо, или пища, в которой варили, вообще предназначалась только для коэнов, то есть для священников, или для левитов, или же это была какая-то часть мяса, которая вообще не съедалась. Есть споры, что это значит, но у этого сосуда была еще более важная функция. Здесь вы видите пример как раз вот такого воротничкового сосуда. Казалось бы, вот эта бороздка, однако эта бороздка, это один из самых важных показателей того, кому принадлежит посуда. То есть, это именно национальный, это можно сказать паспорт, графа в паспорте. Еще один такой интересный пример, справа вы видите тоже горшок, чтобы варить пищу, а слева тарелка, которая вы видите изображена перевернутой. Она изображена перевернутой, потому что она использовалась таким образом. Посмотрите, внизу это табун, это печка, которую мы раскопали в Хербет Каяфа. То есть, внутрь этой печки закладывали уголь, а сверху, видите, как сегодня до сих пор, это друзские, по-моему, женщины, на печку кладут только железную вот такую перевернутую тарелку, сверху наливают тесто и получаются друзские питы, друзские лепешки, очень-очень вкусные. Прошло 3000 лет, вы видите, технология не изменилась, только тарелка перебратилась из глиной в железную. И в какой-то мере глина была более технологически совершенна. Вы видите, что ее покрывают как много-много таких точек, чтобы не прилипал блин. И интересно, что в Хербет Каяфа и не только, в каждом доме была одна такая тарелка. То есть, хозяйка берегла ее, и она готовила пищу именно на них. Мы не находим их у филистимлян. То есть, казалось бы, почему бы им тоже ими не пользоваться? Отличный патент, вы видите, пользуются до сих пор, но у них свои обычаи. Они по-своему готовят пищу, и даже если это лучше, они не перенимают этот обычай. Здесь вы видите культовую посуду, найденную в одном из израильских поселений. Напомню, что мы говорим о периоде, когда еще нет храма. Храм будет построен только через 50-60 лет. Есть маленькие святилища. Мы знаем, что такие святилища были. Если мы внимательно читаем книгу царств и книгу Самуила, то мы встречаем несколько упоминаний таких. Что это была за посуда? Справа вы видите, он, правда, пользовался, ими пользовались все, филистимляне, израильтяне и хананейцы. Справа вы видите тарелку, на которой клали, снизу клали угли, скорее всего, сверху клали какие-то благовония и жгли их. Благовония – это значит легкие наркотики, скажем так. Они должны были одурмать немножко человека. В центре тоже находится такая тарелка. Слева загадочный сосуд. Мы к нему сейчас вернемся. Внизу, под цифрой 5, это обломок очень интересного оригинального сосуда. Вы видите, это тарелка внутри тарелки. Хотя она обломана, но это видно. На английском он называется cup and saucer. Мы его находим всегда в ритуальном контексте. Что с ним делали? Мы недавно проверили, что же в нем было налито. И своему удивлению выяснилось, что… А мы можем это проверить еще раз. Завтра я поговорю о том, как эти технологии работают в общих чертах. И выяснилось, что 3000 лет назад в Хербет-Каяфа, там эти сосуды содержали человеческую мочу с высоким содержанием опиума. Что и как, об этом завтра мы поговорим. Сейчас мы иначе не выберемся из этой истории. Но согласитесь, интрига. Сам удивляюсь. Вот такие сосуды, их известно всего 4 сегодня. Из них 2 в Хербет-Каяфе. Это тоже загадка. То есть ваше любое предположение будет не хуже, тем более, чем мое или Гарфинкеля, или кого другого. Мы не знаем, что это такое. То есть видите, 2 сосуда в разрезе видно, что они соединяются внутри. То есть они служили или 2 жидкости заливались и соединялись внутри, или из одного сосуда наливали в 2 разных бокала. Что это такое? Романтики говорят, что это для молодоженов. Я просто не знаю. Но еще раз, есть много загадок еще. Это один из самых типичных для иудейской администрации сосудов. И вы видите справа на ручках многих из них были оттиски печати. Я возвращаюсь, я показывал вам один из этих примеров. Написано, Лемелех, Хеврон. Было 4 больших административных центра. То есть мы можем рассказать о том, как, благодаря горшкам, мы можем понять, как работала администрация, как собирались налоги. А еще раз я повторяю, нельзя, скажем так, преувеличить важность того, как собираются налоги. Потому что в этом все государство. Без этого нет государства, все развалится. И мы видим, что было 4 больших центра. Одних был в Хевроне, один был в Зив, это рядом с Хевроном, один был в Сухо. И четвертый загадочный некий Мамшат. Скорее всего, это был Иерусалим. Интересно, что сейчас пытаются понять, раз собираются налоги, ведь очень важно понять, сколько. Если ты должен сдать 25 литров зерна, ты не будешь сдавать 26, правда? И я завтра вам покажу, как сегодня есть новые технологии, которые позволяют высчитать внутренний объем сосуда без особых усилий. Скажем так, не наливая туда вода и высчитывая. Они любили хорошо жить. Опять же, этот декантор, в данном случае мы его называем греческим именем, но это декантор, сосуд для вина. Откуда мы знаем? Потому что написано. Не просто написано «Яйн Ашен» или «Яйн Ашан», это, видимо, сорт вина. То есть те, кто жил в Лайхише, большой город 27 веков назад, он не просто любил вино, он любил определенные сорта. Ему не подходило все, что в супермаркете можно купить. Ему нужен был определенный сорт. Предполагают, что Ашен – это как старенное вино. Опять же, мы часто говорим, что вино не старили в древности. Похоже, мы ошибаемся. Какое-то время его выдерживали. И последняя история. Люди любили импорт. Вы видите импортные, дорогие, скажем так, сосуды, которые привозили из Кипра. Причем привозили не ради их содержимого, а ради самой посуды. То есть уже, мы говорим, 35 веков назад. Еще раз, у людей было чувство вкуса. Можно спорить, какой вкус, да? Но было чувство вкуса, и они ценили импорт. Но я хочу поговорить только об одном виде посуды. Это вот об этих кувшинчиках. Эти кувшинчики небольшие, вот такого вот размера. И они сразу, с самого начала, 100 лет назад, когда их начали извлекать из земли, привлекли внимание исследователей. Обратите внимание, потрясающие работы. Не просто посуда. Вы видите на нем еще такие странные изображения. Как будто кто-то вырезал на нем какие-то линии. Что это такое? Если мы перевернем его и уберем ручку, на что это похоже? На головку опиумного мака. Вы видите с правой стороны. И проверили, что содержимое, что находится внутри этих сосудов. И действительно выяснилось, сосуды сначала были найдены в Египте. Выяснилось, что содержится высокое содержание тэбаина. Первоначально сосуды были найдены в египетских фивах тэбаи. Поэтому это тоже под вид морфина, по-моему. То есть оттуда идет название. И в следующей фотографии, вы видите, было найдено вот эти пик. Это то, что Газкром фотография показывает. Было найдено высокое содержание морфина внутри этого сосуда. Вопрос, зачем? Скорее всего, как аспирин обезболивающее. Вы когда-нибудь задумывались, если вы жили 3000 лет назад, если вам нужно вырвать зуб, что вы делаете? Представляете? Можно, конечно, как в Пакистане, приложить деревянную дощечку к затылку и дать киянкой. Тоже анестезия. Но египтяне все-таки были люди более утонченные. И 35 веков назад они для анестезии от зубной боли, от головной боли привозили опиум и пользовались им. И в нашем регионе тоже мы находим, причем, скорее всего, люди всегда остаются люди, мы находим как оригиналы, так и подделки. Мы находим подделки под кипрские вот эти сосуды. Причем вот этот узор, который вы видели, нарисованный, это, видимо, копия для того, чтобы извлечь жидкость, из которой потом делают сам раствор, надрезали плод, и, видимо, те, кто делали сосуды, они как бы имитировали вот эти вот подрезы. Так что, вы видите, посуда нам может рассказать не только о привычках, не только о еде, но и даже о наркоторговле, которая была распространена уже в самые древние времена. Еще раз, можно до бесконечности рассказывать об этом, то, что это невозможно рассказать все. Я вам хотел показать то, что горшок, казалось бы, что в нем уже такого? Горшок и горшок, да? Но на самом деле это целый мир. И если знать, как его заставить говорить, то он может рассказать такие вещи, о которых ты даже не догадываешься, когда просто к нему подходишь. Как заставить говорить, это уже другой вопрос. Вот, все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...